Вы смотрите информбюро. Продолжаем выпуск. Жители села Карабагет в Алматинской области спустя 23 года требуют вернуть им землю. 70 семей владели участками сельскохозяйственного назначения, но с 1995 года не возделывали их. Год назад они вдруг решили вернуть свою тысячу гектаров, но сделать это оказалось совсем непросто. Подробности в следующем материале. Вот уже год, как жители села Карабагет потеряли покой. Они пишут заявление в полицию, письма властям, обращение к журналистам. Причина весомая. Тысяча гектаров земли сельскохозяйственного назначения. 70 семей владели ими до 1995 года. Тогда, рассказывают люди, односельчанин предложил им объединиться с тремя фермерскими кооперативами, чтобы получить льготы и субсидии от государства. Позже тот же односельчанин сообщил, что ничего не получилось, а кооперативы разорились. Спустя 20 лет только мы узнаем, что мы не являемся владельцами своих земель. Причина обращения нас в СМИ. Не знаем, где искать правду. Узнали они об этом, обнаружив на своих участках сельскохозяйственную технику и людей, которые сообщили, что работают над того самого односельчанина. Начав свое расследование, владельцы узнали, что согласно документам, 23 года назад они безвозмездно передали свои участки предпринимателю Сапару Кадырову сроком на 49 лет. Однако люди уверяют, что не подписывали этих бумаг. На свои средства 43 семьи, объединившись, наняли адвокатов и заказали почерковедческую экспертизу. Она вынесла заключение, что подписи под всеми договорами аренды принадлежат одному человеку. Мы вот сами хотим реорганизовать кооператив или же другую реорганизацию сельскохозяйственным провести. Но наша земля, наши земельные паи у другого человека. Полицейские, уверяют люди, не сделали ничего, чтобы разобраться в этом деле. Год назад они открыли уголовное дело и даже не допросив свидетелей, закрыли его. Мы изучили все материалы и закрыли дело за отсутствием состава преступления. В прокуратуре сообщили, что изучают дело. А пока жители села Карабугет обратились в суд в гражданском порядке. На него уповают и родные предпринимателя Сапара Кадырова. Его сын в телефонном разговоре сообщил, что люди сами передали эти земли его отцу 23 года назад.